Всем привет! Очередное видео по ТО на наш автомобиль. Все вы наверняка меняете масло и что я рекомендую, вот смотрите вот название вот этого фильтра, запомните, OP587. И тут кросс номера всякие разные. Я вот этим таким фильтром пользуюсь уже наверное в течение пяти лет. Многие задают вопрос, какой фильтр купить, какой подойдет, какой не подойдет. Вот смотрите, очень хороший фильтр. Чем он хорош? Рассказываю и объясняю. Во-первых, он большой. Посмотрите на его объем, он просто огромный. Видите какой? Огромнейший фильтр. Сильтрон OP587. Изготавливается в Польше. Основным его плюсом является то, что у него есть обратный клапан, который стравливает давление. Это очень хорошая вещь. Вот таким фильтром пользуюсь. Проблем у меня с масляной системой нет. Еще один лайфхак. Когда я ставлю фильтр, я вот сюда или вот сюда, да, приклеиваю магнитик. Как посмотрел на ютубе, есть ролики, которые рассказывают о том, что, ну, в общем, полезно это дело. Вот сюда вот магнитик поставили и немножко на душе становится спокойней к тому, что всякая милость, всякая хрень не летит вам в двигатель отработка металл, который у вас накопился. Видите, что написано? Смазать тонким слоем резинку, уплотнение, проверить установленного блока, протереть, установить масляный фильтр руками, запустить, проверить герметичность при необходимости, докрутить. Я тоже самое делаю. Самое интересное, что я вот сюда не наливаю масло. Кто-то берет и полный фильтр наливает. Для чего? Я не знаю, у нас устанавливается фильтр вот, и потом для того, чтобы это все масло вылить, нет, все просто. Берем вот эту резиночку, смазываем, все элементарно. Вытираем посадочное место установки фильтра и устанавливаем, и нормально, буквально там через 5-7 секунд первого запуска все пропадает. Еще раз рекомендую я вот такой вот фильтр, в такой вот желтенькой упаковочке, огромной, большой. Много что здесь написано. Я покупаю в одном и том же магазине. Фильтр маслями страна-изготовитель. Польша. Поставщик. Манх. Плюс Хумель. Технолоджи. Польша. Мне нравится. Еще один момент. Какое масло заливать и сколько? Не открою никому, Америку, что вот это наше масло. Лукоил Люкс 540 Синтетика, которого в наш автомобиль влазит у кого-то 6,5 литров, у кого-то 6. Я заливаю обычно 6 литров, и мне этого хватает. Получается, я покупаю на полгода канистры. Я его меняю раз в 8-9 тысяч километров. Все-таки у нас деленный двигатель, старенький. В пользу от того, что вы чаще будете менять намного больше. Кто-то берет масло, конечно. А, да. По интернету это масло стоит 1100 рублей. Вы не поверите. 1100 рублей 4 литра. Вот они допуски из НСФ. Наш допуск. Нормальный, хороший допуск. Тот, который нам необходим. Ну и Лукоил, чем он хорош? Тем, что он, в принципе, не подделывается. Видите, Лукоил, Санкт-Петербург. Заказ опт. Так. И опять, тут тоже вторая этикетка. Интересно. Я покупаю в своем магазине. А вот это, да, видите вот эту наклейку? ЕМЭКС. Я покупаю в Йолсане. А Йолсан каким-то образом перекупают у ЕМЭКСа, не понимая вот этого вот. Вообще не понимаю. Абсолютно. Ну и дату производства смотрим. Смотрим. Дата производства 24.08.20. Масло абсолютно свежее. Буквально вот. Видите, да? Буквально этого года. 20-го. Ну и вторая бутылка такая же. Будем заливать. Сейчас у меня пробег на этом же масле. Я после ЮГО залил. Проехал уже 4 тысячи. Еще проеду 4. Сейчас пока запасаюсь. Буду менять, наверное, в конце октября, в начале ноября, перед зимой. Как я обычно это и делаю. Так что рекомендую. Вот это масло. Оно на угар. Идет по минимуму. Я проверял. Ну не знаю. У меня, наверное, заливок уже... Ну сколько? Я 5 лет езжу на машине и 5 лет езжу на этом масле. Я ездил на Шелле. Я ездил на... Получается... На ЗИКе 5.30. Но 5.40 все-таки вот это масло даст на... Ну у нас допуск, конечно, 5.30 или 10.30. Но я езжу вот на этом масле 5.40. Если у меня ЗИК угорал примерно литр... Не знаю. Может он угорал. Может он в трубу улетал. Еще куда-то. Но в общем расход у меня был на 8-10 тысяч где-то литр. То сейчас у меня... Вот я половину... Я проехал уже на этом масле 4 тысячи километров. У меня по риске ушло, наверное, всего... Ну грамм 100, наверное, от него. От верхнего до нижнего. Там буквально совсем... Ну чуть-чуть. Немножко. Масло чувствует себя прекрасно. Так что рекомендую. Первый раз. Первое это... Вот этот фильтр. Второе... Вот это масло. Все. Всем пока. До новых встреч. Чтобы больше не задавали вопросы. А какое масло лить? И какой фильтр ставить? Я не рекомендую. Я рассказываю о том, какими я жидкостями пользуюсь.